Ситуация на фронте, а также подготовка предстоящей деоккупации украинских территорий. Эти и не только вопросы обсудили накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Военачальники поддерживают, напомню, постоянный диалог. Залужный поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине. Собеседники также договорились продолжить активное взаимодействие между двумя государствами. Российские войска потеряли в Украине не менее 1905 танков, 2316 боевых машин пехоты, 586 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. И говорит о том, что российская промышленность все-таки стремится как можно быстрее поставлять на фронт машины новых образцов на замену утраченным. Но, тем не менее, с этим, как говорится, туго у них. Как вы видите, учитывая и застревание на Бахмутском направлении, и то, что сообщал тот же боевик-террорист Пригожин, что у них не хватает артиллерии. Как вы оцениваете ситуацию с вооружением вражеских войск сейчас? Ну, у них достаточно много было тяжелой техники, артиллерии на начало полномасштабного вторжения. Но потихонечку она заканчивается, это естественно. Ихняя промышленность может производить в год не больше, чем 900 единиц тяжелой техники. Это где-то 450 танков, 450 БТР, БМП, ну, вот такого чего-то тяжелого. Здесь это порядка 20-25, например, танков в месяц. Поэтому при таких потерях, которые они несут, рано или поздно у них должна быть тяжелая техника, в том числе танки, должны начать заканчиваться. На сегодняшний день они вынимаются с кладов, которые у них стратегического сберегания технику. Это даже старые танки Т-55, Т-54, мы про это уже много раз слышали. Там есть разговор о том, что они собираются где-то доставать, не знаю, с музеев, наверное, Т-34, танки ИС, Иосиф Сталин, танки КВ, Клим Ворошилов. Поэтому это говорит о том, что при всей якобы большой мощности второй армии мира, ну, рано или поздно при таких потерях у них тяжелая техника в том числе тоже закончится. Пока на линии фронта находится, ну, не менее 6 тысяч единиц тяжелой техники. Но это уже все, что у них остается, практически весь мотлов, который они насобрали. И при таких потерях, еще раз повторюсь, у них просто нет сил вести активные боевые действия. И тут буквально у меня уточнение, Алексей, по поводу того, а у них замкнутый цикл производства? Или это сейчас в основном они восполняют свои потери за счет расконсервации? За счет расконсервации. На консервации у них находилось... А нового они не производят? Нет, производят, производят, но 5, но не больше 20 единиц в месяц. А с консервацией у них находилось 10-15 тысяч, ну, тех же самых танков. Ну, хотя привести в порядок, они могут, ну, из 5 сделать, слепить 1 приблизительно. Потому что, получается, где-то около примерно 3 тысяч, они могут именно старой техники поставить снова в строй. Почему из 5 могут слепить 1? Потому что она сберегалась, ну, просто под открытым небом, и там много-много воровалось. Там были случаи, когда ответственность за сохранность, когда началась расконсервация, и эту технику надо было ставить в строй. То при таких кражах люди просто... Некоторые командиры, которые занимались охраной складов, они даже заканчивали жизнь самоубийством. Потому что понимали, что ответственность, которая, ну, на них лежит, будет там... Ну, нашли такой легкий для себя выход. Поэтому, ну, вы знаете, еще раз, при таких боевых действиях, рано или поздно у них техника закончится, а на сегодняшний день у них уже не хватает техники, согласно их штатного расписания, для того, чтобы обеспечить то количество мобилизированных, которых они поставили в строй. Ну, чтобы обеспечить, согласно штатного расписания, вот все техники, все артиллерии. Поэтому уже ихняя армия, скорее, напоминает такие легкие пехотные подразделения с небольшим количеством тяжелой техники. Ну, так оно и должно было быть. Рано или поздно эта техника должна была закончиться. Вы говорите, Алексей, как я правильно понимаю, наверное, о наступательном, скорее всего, потенциале, да? О возможности проводить наступательные операции. Но о том, что держать эшелонированную оборону, речи не идет совсем. То есть, эшелонированную оборону, которая сейчас используется в российско-оккупационных войсках, еще армия Российской Федерации, условные частные военные компании, все еще могут. Правильно я понимаю? Нет, да, они могут. Ну, смотрите, они, вот, британская разведка, исследование войны американский, проанализировали те фортификационные сооружения, которые они построили, ну, в некоторых местах. Ну, линия фронта у нас больше тысячи километров. И их анализ британской разведки, что, в принципе, такие сооружения могут приостановить наступление нашей армии, но только в том случае, если там будет, ну, достаточное количество людей, военнослужащих, и обязательно большое количество артиллерий со снарядами. Тогда эти линии, вот, зубы дракона, вот эти рвы, могут как-то приостановить наступление. Но у них такого ресурса нету, поэтому, скорее всего, вот эти, вот эта эшелонированная брона, она просто выглядит так урожающе, но на самом деле она, ну, если приостановить наше наступление, то, скорее всего, даже не на дни, а на часы или даже на минуты. В контексте голода и снарядного, о котором вы вспомнили, мне вспоминается нытье господина Пригожина. Напомню нашим зрителям, основатель частной военной компании «Вагнер» сообщил накануне, что передаст позиции ЧВК батальону «Ахмат-Росгвардии» Рамзана Кадырова. Такой вопрос, знаете, ну, не может же, да, просто так передаваться позиции от одного подразделения, которое не курируется Министерством обороны Российской Федерации, если мне память не изменяет, официально, по крайней мере. Передавать позиции подразделению Росгвардии. Это же не какой-то бесхозный окоп, который может занять кто угодно. Это целые позиции, охранные, либо наступательные позиции. Как вообще может происходить процесс передачи? Хочется, чтобы вы оценили сам процесс и вообще возможный. Как это происходит? Юридически может. Вы сказали про снарядный голод. Российская Федерация может производить где-то полтора миллиона снарядов в год. То есть, опять же, если перевести на день, это получается примерно немножко больше 4 тысяч выстрелов за суд. Полтора миллиона в год, я оговорился, извините, искал на день. То есть выстрелов может производить где-то снаряды, которые производит российская промышленность, где-то немножко больше 4 тысяч. Сейчас они используют от 10 до 15 тысяч выстрелов. Касательно Пригожина и его частной воинской компании, он рассказывал всем о том, что ему недопоставляют снаряды, поэтому он не знает, как вести наступательные действия в Бахмуте, но он немножко схитрил. Он рассказал, что ему необходимо в день 8 тысяч снарядов, тогда они будут с проможенника, тогда у них будет возможность производить правильное наступательное действие, и он сможет захватить Бахмут. Всего Россия стреляет сейчас около 10 тысяч, он хотел больше половины снарядов только на небольшой участок фронта, поэтому, естественно, просто нет такой возможности в российской армии дать ему такое количество снарядов, поэтому он рассказывает о том, что его там обманули, его кинули, что теперь он не знает, как делать, и, наверное, будет выходить с линии боя, потому что нет возможности наступать. Частная воинская компания «Ванер» – это частная воинская компания, она очень похожа по своему уставу, по тому, какие действия она может произвести, похожа на обычную охранную фирму. Они заключают договор или с частным лицом частной воинской компании, или с государственной какой-то структурой, и проводят вот эти действия, если это не запрещено законодательством той страны. То есть с ними просто заключили договор. В любой момент этот договор можно разорвать. Есть такие пункты в договоре частной воинской компании, ну, они просто разрывают договор, и дальше они могут просто уходить с поля боя, переходить в другую, даже в страну, там, в другой континент, и там уже выполнять свои функции. Поэтому он такой смелый. Поэтому он может говорить о том, что вот там 10 мая мы развернемся, уйдем, потому что нас там обидели, еще что-то. И это не попадает ни под какую статью Криминального кодекса Российской Федерации. Ну, еще раз, это компания, которую просто наняли, и просто заключили договор. Договор разорвали, компания ушла. Если бы то же самое сказал какой-нибудь командир бригады или командир батальона регулярной российской армии, ну, сразу была бы криминальная статья, и этого человека бы арестовали. Поэтому Пригожий не потому, что он такой смелый, потому что он понимает, что по законодательству России он не несет никакую криминальную ответственность. Касательно Кадырова, ну, есть разговор о том, что Пригожий хочет с Кадыровым договориться, чтобы они, ну, чтобы эта линия фронта не была, что не получилась дырка на линии фронта. Поэтому туда, может быть, хочет попасть, ну, можно договориться с Кадыровым, чтобы он туда поставил свои войска. Ну, Кадыров... Алексей, я бы, я, слушайте, я просто хочу прервать вас, простите, на секунду. Выглядит как трэш-шапито. Хочу передам по своей позиции, хочу не передам. А в России есть Минобороны? Такой простой вопрос, да, вот залетает. Есть ли Минобороны у государства-террориста, которое вообще как бы должно влиять на подобные видоизменения на фронте? Минобороны Российской Федерации за последние дни в контексте Вагнера сообщало только одно о том, что местные десантники, представители армии Российской Федерации и боевики частной военной компании Вагнер ведут боевые действия. В России этот город называется Артемовск, по-нормальному называется Бахмут, этот город Донецкой области. Какой-то человек решил передать свои позиции другому какому-то человеку, главе условной Чечни. Ну, как-то, вы понимаете, да, о чем я говорю? Как-то это выглядит просто не совсем понятно. Я не могу себе представить, к примеру, чтобы, например, какой-то из батальонов украинских, вдруг командир батальона позвонил другому командиру и сказал бы, слушай, есть позиции? Забирай, а мы отойдем, наверное. Это происходит через генеральный штаб вообще. А тут какой-то человек, глава какой-то частной военной компании решает отдать позиции Росгвардии. Это выглядит странно, по крайней мере. Ну, это он еще раз, ну, кто-то, кто слышал, кто не слышал его высказания по поводу Шайгу, по поводу Герасима, то есть руководство российской армии, ну, в том ставе, он ни во что их не ставит. Ну, это такое его поведение. Смотрите, еще раз, он по закону юридически, он действительно может разорвать договор на выполнение своих функций частной воинской компании и уйти там с фронта. В принципе, это не есть криминальное нарушение, даже с точки зрения, ну, по законам Российской Федерации. В принципе, вот то, что он говорит, он может сделать. И никакой ответственности за это не будет. А вот договориться с Кадыровым или с какой-то другой, другим подразделением для того, чтобы они заменили его, ну, это, в принципе, уже немножко выходит за границы его полномочия, поэтому вот это немного удивляет. Но Кадыров, ну, насколько есть такая информация, что он хочет как-то больше понравиться Путину или набрать какие-то рейтинги в глазах Путина, поэтому, ну, они могли между собой договориться, что он их заменит, но все-таки это решение должен принимать. Вы правильно говорите, это решение принимает Генеральный штаб, это не может принять Пригожин. Еще раз, Пригожин может действительно по закону просто развернуться и уйти, разорвать договор. Ну, вот фирму наняли, фирма отказалась выполнять услуги и ушла. Это нормально, это не криминально. А вот договориться с Кадыровым, ну, получается, что создается какая-то параллельная структура управленческая в Российской армии, когда частная воинская компания может договориться с другой, ну, не частная воинская компания, непонятная воинская организация с Кадыровцами о том, как они будут вести боевые действия. Ну, к большому счету, для нас это наоборот. Если у них начинаются какие-то такие процессы внутри Российской армии, то это не усиливает ее, она только ослабляет, что нам, в принципе, наша армия это выгоднее. Вообще, конечно, странно, тут в очередной раз хочется напомнить, что это ЧВК Вагнеровцев, они же, ну, вне закона, в принципе, да, но, как вы говорите, наняли, ушли, разорвали договоры. В России запрещены частные военные компании? Нет. Есть закон, запрещающий ЧВК вообще на территории Европейской Федерации? Но даже и не в этом суть. Достаточно количество частных войских компаний, сама по себе частная войская компания, это не криминальная структура. Такие частные войские компании есть в Европе, есть в Соединенных Кадыров. Алексей, конечно, тут бескомпромиссно, да, но в России просто есть закон, прямо запрещающий действия ЧВК. Это параллельная реальность, естественно, но тем не менее. Но даже если не это брать во внимание, то, что да, почему именно Кадыру, ну, тут можно так логически подумать и решить, что все-таки, поскольку конфликт, да, с Герасимом, Шойгу, значит, Пригожина, это один вопрос. Но почему вдруг соглашается Кадыров, да, вот если даже учесть глава Чечни Равзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделения чеченского спецназа Ахмат в Бахмут, штурмуемый российскими войсками город на востоке Украины. Это вот так вот официально он обратился. Он же разрешил? Да, но тут же интересно, он как бы хочет сделать это по закону, но как вы думаете, зачем это Кадырова, почему вдруг он выходит на эту сцену боевых действий, скажем так, зачем это Кадырова, как вы думаете? Ну, смотрите, мы прекрасно понимаем, что неудача на фронте как-то, ну, негативно повлияет и на Шагул, и на Герасимову, что будут какие-то перемены в высшем руководстве, военном руководстве Российской Федерации, и, скорее всего, Кадыров видит себя, ну, чуть ли не министром обороны РФ. Уже же были разговоры о том, что Кадыров говорил, что если бы его войска, его тик-ток-гвардия, они бы планировали боевые действия, они бы принимали в этом участие, то там давно бы они всех победили, дошли бы там до Ла-Манша, ну, то, что это бред, который они говорят. Скорее всего, он таким хочет. Мы же видели, что он где-то пропал несколько месяцев, были разговоры о том, что он чем-то серьезно болен, но, видимо, выздоровел и снова начал свою такую военно-политическую деятельность, чтобы переходить инициативу, чтобы стать одним из руководителей Российской Армии. Ну, видимо, решил взять себя в компаньоны Пригожина, и вот они вдвоем, видимо, решили так бороться против Шагу и Герасимова. Ну, я не знаю, какой... Пригожин уже пытался бороться с Шагу и Герасимов, у него ничего не получилось, это люди, которые приближенные к Путину, и там подковерные игры, в них они мастера больше, чем Привожина и Кадыров. Ну, видите, они снова вышли на сцену и пытаются перетянуть, как простым языком, перетянуть на себя одеяло. Ну, дай Боже, чтобы они там ругались между собой. Еще раз, это не усилит Российскую Армию, это децентрализует ее. Ну, слава Богу, пусть так и будет. И тут тогда у меня уточнение, а, ну, зачем тогда это Путину, да, даст ли добро, скажем так, он же главнокомандующий, правильно, даст ли добро войти снова Кадырову в эту всю историю, как они там называют, эту специальную военную операцию или как-то так, вот. И поможет ли это на театре боевых действий в Бахмуте, это дальше будет происходить штурмовые какие-то действия, наступательные или оборонительные, увеличится ли количество тех же снарядов, может быть, более благосклонен Путин там или Шойгу, Герасим, неважно, да, это вся верхушка кремлевская к Кадырову, как вы видите, что изменится и даст ли добро на это сам Путин? Ну, Путин, почему ему это выгодно? Ну, он создает таким образом конкуренцию, чтобы люди были в напряжении. Это, в принципе, у него же Сталин был эффективный манеджер, это похожие действия делал в свое время еще перед войной, Второе мировое время войны, делал Сталин, он проводил ротации, создавал такое напряжение внутри вооруженных сил Советского Союза, ну, таким образом люди, ну, страх давал как-то путь руководству Сталину, теперь Путину, надежда на то, что таким образом люди будут эффективнее работать. за страх они будут там жаровать и метать. Даст ли это возможность увеличить количество снарядов, да, где их брать? Еще раз, они могут производить 4100 снарядов в день российской промышленности, ну, и больше они не могут, никак. Нравится Путину, нравится, если он даже даст приказ, чтобы производили в 10 раз больше, но, к сожалению, приказ для Путина будет невыполнен. Поэтому, что это даст, ну, знаете, тут трудно проанализировать. То, что Пригожин хочет отвести от себя вину за то, что ему не удалось захватить Бахмут, ну, это понятно. Зачем это нужно Кадырову? Ну, я думаю, что его, он не совсем понимает, куда его втягивают. Наши военнослужащие, которые там ведут боевые действия, когда услыхали, что Пригожинцы будут заменены на кадыровцев, ну, сказали, что кадыровцев будет легче уничтожать, чем Пригожинцев. Потому что, ну, еще раз, ТикТок ВСХ, это люди, которые там больше понтов, чем действительное мастерство. А вот кадыровцы, те примерно 5000, которые остались на линии фронта, это люди, которые, многие из них были с 13-го года в частном военском компании, это профессиональные наемники. То есть это люди с большим боевым досветом. Там, ну, хоть это и враги, но это действительно... И люди, которые ввели в том числе боевые действия на территории Донбасса, на территории Украины, на востоке. Просто, знаете, я пытаюсь себя поставить на место российского мобилизированного, который сидит, ну, где-нибудь на юге Украины сейчас, в окопе, и видит вот бардак подобный в его армии, а ему вскоре нужно будет отбивать контратаки вооруженных сил Украины. И процесс деморализации, как мне кажется, со стороны Пригожина, обычных российских солдат, идет просто прекрасно. Складывается впечатление, что это делается специально, чтобы как раз деморализировать кадровых российских военных, обычных россиян, которых незаконно мобилизировала местная власть. Буквально коротко, Алексей, хочется ваше мнение услышать. Ну, уровень морального состояния войск российских, он и так был невысокий. Сейчас он упал еще ниже. Они понимают, что нашего контрнаступления не избежать, что им придется отступать. Ну, вы знаете, самое главное, если коротко, они не... Ну, то, что демобилизирован, демобилизирован, господи, то, что у них низкий моральный уровень, то, что они там пьянство, наркомания, воинская дисциплина там на очень низком уровне. Самое главное, что они боятся наших вооруженных сил, они боятся нашего наступления. Вот это очень позитивно. У них, они панически боятся, что когда начнется наше контрнаступление, я думаю, что они будут просто не обороняться, как надо военнослужащим, а будут просто, как было под Харьковом, бежать так, что их будет тяжело догнать. И тут стоит буквально отметить, что спецназ Ахмат, там как раз вот кадырцев экономят. В том-то и дело, как будто бы Розан Кадыров что-то знает. И туда набирает совсем не чеченцев. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что к нам присоединились этим утром. Алексей Гетьман, военный аналитик, был с нами на связи. Мы буквально вернемся через несколько минут, обсуждать будем не менее важные.